Сегодня мы поговорим о симптомах отравления ртутью с рекомендациями врача-эндокринолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. На платформе Boosty вы сможете увидеть весь контент, который выходит и который по тем или иным причинам не может быть опубликован на канале. Ну тогда начнём. Ртуть – симптомы отравления, пути накопления и способы выведения. Современный человек часто подвергается воздействию тяжёлых металлов. Они могут попасть в организм с загрязнённым воздухом, водой и продуктами питания. Симптомы отравления ртутью. Ртуть поступает в организм в виде паров или солей и долго, несколько месяцев или лет, накапливается, вызывая хроническое отравление. Возможно и острая интоксикация. Например, при единовременном вдыхании большого количества паров или проглатываний. Симптомы отравления легко спутать с хроническими болезнями, в том числе с болезнями ЖКТ и нервной системы, возрастными изменениями и нарушениями питания. Диспептические расстройства. Чтобы диагностировать отравление ртутью, нужно проводить лабораторные исследования. Для хронического отравления ртутью характерны повышенная утомляемость, сонливость, эмоциональная неустойчивость и раздражительность, снижение обоняния, вкуса и тактильной чувствительности, ухудшение координации движений и тремор, головные боли. Возможные пути накопления ртути – первое. В пище. Морская рыба и морепродукты накапливают в своих организмах ртутные соединения, особенно хищная и крупная долгоживущая рыба. Врачи рекомендуют ограничивать потребление морской рыбы и морепродуктов беременным и кормящим женщинам. Второе. В медицине. Некоторые медикаменты содержат в своем составе ртуть, например, коломель, отбеливающая кожу препараты, сурьмяные белила. Ртуть также используется как консервант для изготовления вакцин. Третье. На производстве и в сельском хозяйстве. Причиной могут быть аварии и несоблюдение техники безопасности. Как же проверить, накапливается ли в вашем организме ртуть, если вы употребляете в пищу морскую рыбу и морепродукты? Биомаркерами ртути являются цельная кровь или эритроцитарная масса и моча. Считается, что 90% всей поступившей ртути накапливается в эритроцитах. Неорганическая форма ртути выводится из организма с мочой. Если в анализе крови будет выявлен избыток ртути и дефицит селена, то дополнительный прием селена, дозировка подбирается специалистам, поможет снизить содержание ртути. Для выведения ртути при хроническом отравлении используется медикаментозная терапия. Только в условиях стационара важно не просто знать, как вывести ртуть из организма человека, но и устранить источник поступления. При поступлении ртути с пищей требуется снижение потребления рыбы и морепродуктов, а при установленном источнике неорганической ртути – проведение демеркуризации. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту вовремя и никакого самолечения. Поделитесь своими комментариями под видео. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!